На Донбассе полная тишина. С начала суток всего два обстрела. Оба раза боевики открывали огонь в районе шахты Бутовка. Украинские военные медики используют относительное затище для учений. С ними поговорил Геннадий Вивденко. Не допускаем ни их наступления, ни прорыва ДРГ. Что это было только что? Это пули летают. Это пули летают. Обстановка напряженная в том плане, что мы каждый день ждем от ДРГ. Какой-то выжидательный момент напрягает. Пока днем тишина в районе поселка Луганское, направление оккупированное Дебальцево. Наши военные медики проводят учения. Сегодня отработали способы оказания первой помощи воинам на передовой. Туда медиков могут вызвать в любой момент. Сейчас, конечно, не будем портить одежду, но в основном срезаем, открываем доступ к венам и накладываем жгут. Случаи были, на 300-х мы выезжали, то есть с тем мы подключали, да, не очень комфортно, но приловчиться ко всему абсолютно можно. То есть когда зависит жизнь человека, то есть ты уже не обращаешь внимания, что там тебя кидают, бросают. Главное оказать помощь. Милана Черниченко рада, что уже почти месяц не оказывала помощь раненым тут, в районе Светлодарской дуги. 9 декабря выезжали мы, была контузия глаза, то есть осколок АТГС противника зацепил. Ну, все обошлось, все нормально, то есть мы эвакуировали, доставили на госпиталь. Милана говорит, сейчас важна в первую очередь реабилитация воинов АТО, но медицинские сумки упакованы. Там бандажи, трубки, жидкость для восстановления потери крови. Так что выехать на передовую готовы в любую минуту. Геннадий Вивденко, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Продолжение следует...